здравствуйте это видео посвящено тому как скомпилировать исходники unreal engine 4.1 для операционной системы maverick 10.9.2 возникший ряд вопросов успешно решен и приступим значит есть папка с исходниками скачанная собранная запускаем вот вот этот файл генерей project files . команд открывается терминал ожидаем какое-то время смотрим найдено 27 целей ожидаем дальше это еще не конец видим сейвен апдейтед project файл логаут процесс завершён все хорошо закрываем терминал и видим что появился проект от xcode если у вас нету вот такой синей иконки на файле xcode project значит сам xcode не установлен важным моментом является то что xcode обязательно должен быть самый последний и только единственная версия последняя установлена если у вас есть предыдущие версии или их несколько установлено как было у меня например их нужно удалить все деинсталлировать и установить последний xcode заново иначе будут все время ошибки будет не находить некоторые хидеры файлов заглавные файлы так называемые все значит открываем созданный новый проект в xcode xcode как мы видим обращу внимание xcode 5 сейчас секунду 5.0.2 значит так выбираем здесь проект нажимаем и в верхнем верхней панели выбираем вот эту вот это меню вот этот пункт меню который называется you и for editor for mac 64 бита версия выбрали нажимаем стрелочку для того чтобы пошел процесс билдинг постройки для того чтобы смотреть как происходит процесс можно нажать вот эту вот кнопочку последнюю в меню и видим что есть строчка build возле которой крутится часы это именно то что нам нужно тут мы будем наблюдать список производимых действий и если вдруг есть ошибки то они будут тут отображаться всеми формулировками что именно происходит как где вот запустился процесс обратим внимание сейчас 15 минут 515 компиляция происходит около 15-20 минут но это на моем компьютере на я пробовал скомпилировать на macbook это было на протяжении почти трех часов аж в данном случае у нас аймак core i5 32 г герца процессор на этом компьютере довольно быстро происходит относительно но все равно занимает какое-то время сейчас идет сборка самих основных заглавных файлов позже будет а пункт меню о том что они собраны и начинается процесс компилирования вернее не совсем так но пусть вот что я имел ввиду and detailed action stats и и началась сама сборка собственно эдитора также важным моментом является что после наверное пяти шести компиляций эдитора я все время получал ошибку о том что билдинг lighting building не работал он все время зависал на 0 процентов и дальше не двигался хитрость заключается в том что после сборки эдитора надо переключить вот это пункты в этом пункте указывается что именно мы собираем это скажем программы которые можно собрать из этого всего исходника после сборки самого эдитора также надо обязательно собрать вот этот пункт который называется андреал лайт масс потому что он в проекте есть и как бы он вроде как и собран то есть он есть но он не рабочий видимо он либо не пи не подписан есть свойства security которые связаны с конкретным компьютером возможно он не подписан его поэтому надо пересобирать или возможно это только дамми то есть кукла манекен скажем так пустой файл который просто имеет название но на самом деле не рабочий за процессом также можно наблюдать в самой папке в которой мы собираем мы идем в папку engine тут идем в байер из mac и видим что уже компилируется сам эдитор у него еще иконка перечеркнута то есть он еще не готов но он будет готов позже когда соберется а вот второй файл который называется андреал лайт масс как видим у него есть размер 1.3 мегабайта и это исполняемый файл unix все как бы есть но он не работает почему-то без пересборки это проблема которая буквально была решена сегодня и два дня я над этим работал чтобы это реализовать сейчас все работает все проверено все все будет хорошо еще раз напомню что если есть проблема с тем что xcode при сборке самого эдитора выдает вам ошибку как правило ошибка звучит как вечер хидер ненайден некий файл под названием вечер ненайден эта ошибка у меня была постоянно с разных с разных собранных зипов с разных мест собранные зипа и все они выдавали одну и ту же ошибку и она была устранена тем что переустановлен xcode заново удалено все полностью вот обоих xcode у меня был 4 и 5 и 5 сход были удалены оба это не помогло когда удален был только 4 пришлось удалить и 5 тоже и переустановить его видимо есть какая-то зависимость пока не выявленная мной но проблема решилась и найдено решение как ее одолеть соответственно пока что проблем больше не найдено новых все работает ожидаем компиляции конца довольно много файла компилирует сейчас идет сам эдитор пока что приостановлю видео дальше продолжим подходит концу компиляция эдитора последние пункты вот список файлов скомпилированных всех ожидаем окончания прошло 17 минут так пришлось еще подождать несколько минут довольно долго рендерилась не рендерилась а компилировалась и в конце мы видим билл с xs с xc dead вот так правильно будет и видим что начал сам эдитар уже запускаться то есть билл прошел и мы видим что процесс дебаг вращаются часы консоль нам показывает о том как запускается эдитар мы можем увидеть что есть табличка эдитара но мы его останавливаем он нам не нужен значит закрой микс код вернемся в папку энджайн байнер из мак значит смотрим вот у нас есть эдитар появился запускаем эдитар уже с папки собственно оттуда откуда он у нас будет запускаться на постоянной основе запускается довольно долго тем не менее смотрим сейчас я покажу некоторые места которые могут быть связанные с некой некий грабли на которые можно наступать на который я наступил свою очередь поэтому знаю как их решать и покажу их значит вот такой пример покажу если вы перенесли папку откуда компилировался файл или например ну скажем изменили ее название неважно как прямо сейчас я не могу изменить потому что я так сделал прямо сейчас запускается эдитар с нее стоп я вернул назад переименовал снова папку перезапустил снова эдитар ждем пока он откроется я не вовремя решил показать то что хотел не подумал о том что в данный момент запуска исполняемый файл находится в папке и папку переименовывать нельзя тем не менее вернул назад как было ждем запуска так еще немного довольно долго стартует первый раз эдитар он еще будет сейчас компилировать свои ресурсы такие как материалы видимо свет точно не уверен что чем он занимается но первый раз он подгружается довольно долго видимо идут процессы и не инициализация внутренней поставлю пока на паузу так вот мы видим нижнем углу компайлинг шейдер с компилирования шейдеров происходит первый раз и видим выбор проектов запущу тестовый проект как раз ради того чтобы показать один момент автодрор друр неудачно назвал тем не менее поставлю пока на паузу так первый запуск у нас спрашивает хотим ли мы переподключить чтобы именно эта компиляция была дефолтной и говорю нет потому что у меня есть собран собранный эдитар скомпилированный уже в нужной папке уже все сделано это тестовую делаю поэтому не переподключаю заново у нас первый раз выходит tooltips подсказки мы закрываем ждем компиляции первичных шейдеров и если если мы попробуем построить свет то есть не добавить это билд сделать вот этот билд сейчас немножко подождем пусть шейдеры до конца скомпилируется немного поставлю так шейдеры скомпилировались нажимаем build light и что же мы видим как этот процесс и видим что building light 0 процентов и сколько бы мы не ждали он не свершится два дня над этим думал как это решить читал формы и нашел в одном месте решения подсказку причем не на официальном форуме на официальном форуме предлагают значит такое решение знаю которое не работает оно только частный случай этого решения если у вас в безопасности в брендмауэре то есть по-английски называется firewall если он включен давайте его попробуем включить разрешить и посмотреть параметры брендмауэра то если вы используете firewall то обязательно вам надо сюда добавить добавить через плюсик добавить вот этот файл unreal light mass находится он в папке вашего вашей сборки engine binary smac и вот он unreal light mass соответственно его можно добавить вот так вот разрешить вход это если вы используете брендмауэр то есть если он включен но включен он или не включен он работать в данном случае совсем не будет потому что оказалось что он не построен сам сам не скомпилирован сама программа не скомпилирована поэтому закрываем проект не сохраняем его а а и предположим что вы куда-то уже перенесли папку как я это сделал сначала я не знал как решить например переименовали к примеру теперь если вы попробуете открыть файл xcode то будет неприятный сюрприз мы помним что в начале я упоминал о том что кроме самого эдитора надо скомпилировать также light mass вот мы его выбираем light mass ждем индексинг я нахожусь сейчас в панели которая называется show log log навигатор для того чтобы смотреть как происходит процесс постройки и делаем build и видим что тут же появляется ошибка не могу найти директорию директорию под названием you и for one ее нет потому что я переименовал конечно его можно переименовать назад перенести в моем случае я перенес на другой диск другие папки переименовал поэтому это было проблематично и если вы вдруг столкнулись с таким с такой ситуацией не беда делается это следующим образом вы удаляете xproject файл сам запускайте снова command снова ожидаете пока он билдится заново мы уже это видели а пока поставлю на паузу чтобы не задерживать все процесс завершен закрываем терминал и видим что появился новый файл тот же xcode такой же в смысле важно предыдущий удалить и в данном случае у вас будет такое сообщение что он залочен мы его делаем unlock говорим ok и ok снова выбираем тут проект вместо blank программ выбираем снова light mass андрей лайт масс и делаем построить переключаемся в режим шоу лог видим предыдущую предыдущий билд у нас был с ошибкой а сейчас билд пошел строится все нормально лайт масс строится несколько минут не так долго как эдитор где-то раз в пять короче эдитар у нас по-моему двадцать восемь минут или сколько уже не помню строился этот будет гораздо быстрее тоже поставлю пока на паузу мы видим что построился лайт масс мы видим билд билд сексидет зеленую галочку все отлично теперь этот билд пытается как и положено ему запуститься но так как он является частью программы уник приложением то он не запустится но тем не менее все что нужно было мы решили делаем остановку закрываем xcode заходим в engine binary смак и собственно запускаем снова editor поставлю все на паузу будет то же самое все я запустил тот же проект в этот раз все открылось гораздо быстрее чем в первый раз открывается так как шейдеры скомпилированы первичные делаем билдинг света и смотрим привело ли к успеху нашим затея как видим происходит билдинг сто процентов удачно посему все задачи по постройке editor запуску и устранению проблем связанных с операционной системой видимо потому что все те же действия делал под windows 7 и проблем таких не возникало все сделалось с первого раза с macOS пришлось поработать два дня чтобы добиться удачных результатов ну а у меня лично macOS является рабочей основной хоть и windows операционная система также присутствует но она очень редко используется мной поэтому все что нужно было все задачи решены спасибо до свидания до свидания за пожаловать значит это у нас большинство может но всё их их л